здравствуйте зрители моего канала вчера поступил такой интересный вопрос как вырастить такие крупномеры всегда интересно как спрашивают как вырастить в маленьком объеме а тут вот наоборот поступил мне он понравился решила ответить на него поподробнее ну что во первых перед вами сорт ю лариса агудалова во вторых она в 5 литрах и в третьих если ей дать больше объем она будет намного крупнее это очень цветущий сорт красиво цветущий с огромными шапками и всегда вот столько цветоносов так вот как выращивают крупномеры я рассказываю только свой опыт делюсь своим опытом и никого не учу предупреждаю сразу это чисто мои вот такие выводы как я это делаю самое главное это сорт сорт который способен всегда расти который стандарт карлик вы так не вырастите сколько бы вы ему не давали а вот крупные растения которые сдерживаются маленькими горшками как раз можно так сказать раскормить вот в такие большие прекрасные растения еще раз повторюсь это зависит от сорта насколько он может быстро и мощно расти ведь все сдерживается корневой системой если корню некуда расти естественно пропорциональная и зеленая часть у него будет небольшая но если корневая хорошая и большая то сортовые вот эти способности смогут вырастить такое большое растение такой большой куст второй момент что еще нужно но естественно мы поговорили о корнях так что нужно большой горшок и я переваливаю постепенно не давая заплести совсем ком то есть вот он не росло зимой но в литровом горшке дальше я его по весне пересаживаю ну где-то так скажем февраль вот сейчас я буду обрезать грубо говоря к ноябрю до октябрь в литровом горшке будет сидеть феврале в конце я ему дам уже полтора литра причем я не буду требушить ему корни просто перевалю но если сильно заплетены будут немножко конечно потревожу а так в основном я весной методом перевалки делаю через месяц я ему даю 3 это грубо говоря у нас там месяц апрель да так 3 литра уже там а в конце мая я ему вот 5 литров до то есть вот он у меня пересаживался в 5 литровый в середине апреля ну просто так получилось а вообще я вот сказал где-то месяца через полтора-два вы можете дать больше и вот так в мае грубо говоря вы его пересаживаете в пятерку семерку доходит в двадцатку и все лето он у вас наращивая корневую растет вверх и цветет то есть я делаю таким образом перевалкой все больше и больший объем учтите что после последней перевалки конечно растению потребуется время на наращивание какой-то корневой как у какое-то время то есть и зацветет он у вас где-то приблизительно через месяц но мне через месяц можете недели через три начнет выпускать первые стрелки первые цветоносы но то есть какое-то время ему понадобится в зависимости от сорта на наращивание вот этой вот зеленой ботвы ну и после того как равновесие так скажем установится приблизительная вверх-вниз пойдет вот такое пышное цветение сразу конечно у вас не будет вот такого вот обилия цветоносов все равно поменьше будет но чем старше растение растет чем дольше в этом объеме тем больше она будет гнать цветоносов ну вот таким образом еще раз повторюсь это сорт еще должен быть подходящий ну и давайте еще так обязательно это хорошее освещение в любом случае без досветки у вас плохо будет расти и хорошие подкормки чтобы было все в балансе для того чтобы нарастить хороший верх нужно и хорошие корни нарастить а это определенные виды удобрений сначала мы растим корневую потом общим кормим и только когда уже растение сформировалось мы добавляем калийные удобрения для красивого цветения ну а потом когда они вот так вот у меня цветут я чередую общие калины ну вот наверное пожалуй все то есть это хорошие еще раз повторюсь условия для него хороший сорт который может расти в больших объемах из маленького сорта вы ничего не получите если мы возьмем например у гайгуль которая сама по себе небольшая я тоже дала 5 литров но она естественно их освоить то освоила но вверх она просто не может расти на просто вас не будет крупной сколько ей не давай то есть генетика растений тоже на многое влияет ну а по сути вот это все секреты чтобы вырастить большой красивый куст ну да еще вот тут такой момент формировка есть растения которые нужно формировать то есть при постоянно вот этой вот пересадки нужно где-то что-то подщипнуть что-то отрезать чтобы она сформировалась более красиво а есть растения такие которых не нужно формировать вот эту девушку например я совсем не формировала от слова совсем потому что она гибрид она хорошо сама кустится вот то есть поэтому она так сама и раскустилась от чего зависит количество цветоносов количество цветоносов зависит от количества побегов то есть чем больше побегов тем естественно больше на каждом побеге цветоносов от этого и складывается такое пышное цветение теперь наверное все думаю что такое видео тоже будет полезен полезно и так это сорт много света постепенная перевалка обрезка прищипка то есть формировка растения но и хорошей подкормки правильный нужный момент и будете наслаждаться таким прекрасным большим кустом всего вам доброго надеюсь советы помогут вам